Ну что, дорогие друзья, вот такая вот рыбка у нас получилась после копчения. Поглядите, какая она красавица. Коптил я ее 12 часов холодным копчением и 1 час решил еще немного горячим сделать. Вот такая замечательная рыбка у нас получилась. Повешил ее на проветривание, еще 3 часа она у нас повисела. Попроветривала, сейчас я буду ее пробовать, дегустировать. Какая она замечательная. Так, сейчас. Режется. Такая, блин, офигенная. Немножко подварилась. Передержал, похоже, я ее в горячем. Но менее вкусная она от этого не стала. Замечательная комбриюшечка. Сейчас я ее, сейчас я ее продегустирую. Так. Так, ну что, ребята, давайте продегустируем нашу скумбрию. Налил я себе пивка. Сейчас буду пробовать. Магазин не такая. Получилось горячего копчения. Вместо холодного. Почему я стал горячим копчением делал? Потому что холодного она немножко не дошла. Не дошла. А щипа у меня кончилась. Щипы хватило на 9 часов. Я потом добавил своей стружки, осиновую стружку. Я готовил специально для копчения. Но она немного сыроватая. Поэтому я не стал долго затягивать этот процесс. И сделал немножко, убыстрил его. И один час поставил, полчаса, полтора где-то примерно поставил на 60 градусов. И вот получилось она горячего копчения. Но менее вкусная она от этого не стала. Вообще офигенно. Ваше здоровье. Ай-яй-яй-яй-яй. Как это вкусно. Ммм. Получилось. Замечательно получилось. Коктильный работает исключительно. Вообще хорошо. Все четко регулируется. Все. Дымогенератор работает на 100%. Единственное, немного быстро горит щипа. Ну, этот процесс я как-то со временем откорректирую. И все будет замечательно. Сейчас, на данном, на следующем этапе у меня копчение свиного сала. Есть у меня шмак сала. Буду его коптить. Сало вот такое. Четыре пальца. Вкусно. Очень-очень вкусно. Скумбля рыба нежная. Поэтому вот так вот первый раз чуть-чуть передержал. Вот чуть-чуть совсем. Надо было не полтора, а где-то полчаса всего добавить температурку. Тогда бы она была бы плотненькая и сочная. Это не передать словами. В магазинах продается селедка, но она на жидком дыму, скорее всего, сделана. И вот этого запаха дынка, его нету в той рыбе. Здесь же присутствует этот запах приятного дыма. Аромат такой. Если бы вы сейчас чувствовали, какой запах от нее ведет, вы бы подавились слюной. Хотя, может быть, и сейчас вы давитесь. А спи в ком-то вообще. На этом все. С вами я прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Вам я желаю тоже приятного аппетита. Повторите. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok